МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 27 ноября. Срок окончания реконструкции парка имени Зернова. В какой стадии работы на объекте? Секрет долголетия. Сравчанка Анна Ивановна Синькова отметила 90-летний юбилей. Первая домашняя игра в новом сезоне. Хоккейный клуб Саров примет на своем льду команду из Таншаева. Далее расскажем обо всем подробно. Декретные выплаты в размере 50 рублей отменят с 1 января 2020 года. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте правовой информации. Также новый президентский указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначили соответствующие выплаты или назначат при рождении ребенка до 1 января, будут получать их до окончания установленных периодов выплаты. Напомним, пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей в месяц было введено еще в 1994 году. С тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась. В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 рублей до примерно 10 тысяч. Позже такой закон приняли депутаты Госдумы в трех чтениях и одобрил Совет Федерации. В начале августа документ подписал президент. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Получать выплаты смогут семьи с доходом в 2 прожиточных минимума человека или меньше. Мера коснется около 70% семей. Покрытые брусчаткой аллеи, лестницы, ведущие к благоустроенной набережной, беседке и зоны для отдыха. Все это должно было появиться в парке имени Зернова уже в этом году. Деньги на реконструкцию около 100 миллионов рублей наш город получил за победу в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Сдать парк должны были 27 ноября, но работы на объекте до сих пор продолжаются. Символический старт реконструкции парка имени Зернова был дан 7 июня. Наблюдать за ходом работ могли все жители города с помощью онлайн-трансляции на портале artsarov.rf. Там же запустили обратный отчет до сдачи объекта. На календаре 27 ноября, если верить вот этому информационному табло, сегодня срок сдачи парка культуры и отдыха имени Зернова. Но работы в парке все еще продолжаются, какие-то объекты не готовы. Вот, например, лестница, ведущая на новую набережную. Давайте прогуляемся по парку и посмотрим, какие работы уже сделаны, а какие еще предстоит сделать. Еще в начале лета представители ДЭП сообщали о затруднениях при проведении реконструкции. Долго не могли найти подрядчика для работ, связанных с электрикой. Были сложности с получением разрешений на валку деревьев и финансированием. Но тогда представители администрации уверяли, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-го, 11-го, но учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Уже осенью стало понятно, что отставание от графика составляет два месяца. Как сообщает пресс-служба администрации, подрядчик дорожных эксплуатационных предприятий работает в парке в две смены без выходных. Входные группы уже практически готовы, уложено более 80% брусчатки. На дорожках установлены фонари, появилась ротонда. Основной упор делали на создание набережной, где по проекту должна появиться зона для проведения массовых мероприятий и пространства для тихого отдыха. Набережная уже обрела контуры, дорогу вымастили брусчаткой. Наверное, больше всего вопросов вызывает именно большая лестница, которая ведет от центральной части парка к новой набережной. Здесь, как мы видим, поставили железные конструкции, самих ступеней еще нет. Представители администрации уверяют, что даже несмотря на наступление холода, строители будут выполнять работы в полном объеме, и они применяют какие-то новые современные технологии, которые позволяют бетону не замерзать даже при минусовых температурах. В 2019 году реализация проектов в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малогородах и исторических поселениях включена Минстроем в нас проект «Жилье и городская среда». Согласно целевому показателю, должны быть выполнены 80 проектов по всей России, в том числе и наш парк. Мы отправили запрос в администрацию, чтобы выяснить, когда же теперь планируют сдать парк имени Зернова, почему произошел срыв сроков и применят ли к подрядчику штрафные санкции. Ответы на эти вопросы мы озвучим в ближайших выпусках новостей на канале 16. Более 300 миллионов рублей получат регионы из Резервного фонда правительства России для подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы. Также в 2019 году планируют выделить средства для Министерства обороны для реализации федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. Об этом сообщаете на сайте Кабинета министров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саровчан приглашает на встречу с писателем и общественным деятелем Николаем Стариковым. Она пройдет в четверг 28 ноября в Зале искусств библиотеки имени Маяковского. Начало 18 часов. Для лиц старше 16 лет. Для справки, Николай Стариков приобрел известность благодаря книгам, статьям, большому количеству уступлений в средствах массовой информации, лекциям и встречам. Часто выступает в качестве приглашенного эксперта в документальных и публицистических фильмах и передачах российских и иностранных телеканалов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знатоки из нашего города стали призерами всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что, где, когда» среди представителей атомной отрасли. Еще в октябре команда «Нейтронная сеть» из ядерного центра завоевала право выступить в финале чемпионата. А на днях триумфально вернулась из столицы. Всего за победу сражались 25 команд, победительниц региональных этапов. Им предстояло ответить на вопросы, каждый из которых требовал не только смекалки, но и умение быстро находить правильный ответ. По итогам выступлений команда «Нейтронная сеть» стала бронзовым призером чемпионата. Саровчане могут попробовать себя в роли волонтеров. Центр «Радость моя» объявил набор и готов принять в своей ряду новых добровольцев. Сейчас волонтеры готовятся к рождественским праздникам и будут рады любой помощи. Никаких требований и предварительных условий нет. Достаточно желания помогать людям. Связаться с руководителями центра «Радость моя» можно через официальную страничку организации ВКонтакте. Ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран труда Анна Ивановна Синькова отметила 90-летний юбилей. В бодрости духа и здоровье оптимизма ей пожелали родные, друзья и депутат округа Петр Смирнов. Всю свою жизнь Анна Ивановна посвятила семье и работе. Будучи ребенком, помогала ухаживать за младшими братьями и сестрами. В войну на железной дороге в Стеклянном очищала и укрепляла насыпь. Выполняла поручения. В 50-м году вышла замуж и приехала в наш город. Работала почтальоном, потом уборщицей. Воспитала троих детей. Она нас всех сплачивает. Она вот у нас обязательная традиция. Вот она всех нас собирает на пироги. Это вот у нас три раза в год мы собираемся все. Дети, внуки, правнуки, вот даже там родственники какие-то приходят. Это пироги. Были замечательные. Она бедрами пекла эти пироги. Секрет долголетия Анны Ивановны в любви. Уверены ее близкие. Эту любовь она дарит всем окружающим. Женщина всегда приветлива, общительна, готова прийти на помощь. Соседи ее все вот тут вот любят. Они вот сегодня звонят, все поздравляют. Она сейчас не выходит из дома. Вот на балкончик выйдет, ей там гуляют, ей помашут. Звонят, вот меня спрашивают, как там Анна Ивановна. Они все ее очень уважают. И она всех. Она всех и ее тоже. С юбилеем Анну Ивановну поздравили не только родственники и соседи. Теплые слова и пожелания здоровья ей адресовали представитель Совета ветеранов микрорайона и депутат округа. Я считаю, что депутатам важно уделять внимание своим, поздравлять людей с юбилеями. Поэтому с Людмилой Михайловной мы сегодня здесь поздравляем Анну Ивановну с 90-летием. У нас вообще добрая традиция поздравлять ветеранов с 90-летием, с 95-летием. Недавно поздравляли женщину с 95-летием. И очень-очень, конечно, нам помогают депутаты. Сейчас у Анны Ивановны большая крепкая семья. Шесть внуков и шесть правнуков. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Фестиваль актуального научного кино «Фанк» запустил масштабный просветительский проект «Дни научного кино», в рамках которого по всей стране будут бесплатно показывать документальные фильмы о науке и новых технологиях. Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке и вдохновить на собственные исследования. В нашем городе площадкой для проекта выступила художественная галерея. Девять документальных фильмов за четыре недели. В рамках фестиваля «Дни научного кино» в художественной галереи будут показывать фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, которые познакомят зрителей с разными областями науки. Все киноленты новые. Шесть из них вышли в прокат в 2018-м. Три – в этом году. Мы побываем на Крайнем Севере. Мы пройдем путем Семена Дежнева. Мы отправимся на Камчатку к бурым медведям и проследимся в течение целого года, первого года жизни, несколько медвежьих семей. Будут фильмы о компьютере, о безопасности компьютера, о компьютерах в нашей жизни. Проект призван познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке. Организаторы фестиваля надеются, что кого-то киноленты вдохновят на собственные исследования. Большинство фильмов имеет возрастной цен с 12+. Поэтому это средние школьники, старшие, студенты и взрослые. Нам очень хочется ученых увидеть здесь в зале. Показывать документальные фильмы будут по четвергам и субботам с 28 ноября по 28 декабря. Вход бесплатный. Подробнее познакомиться с афишей фестиваля можно в официальной группе художественной галереи ВКонтакте. Или уточнить по телефону 702-87-702-94. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Болельщиков приглашают на первый домашний матч любительского хоккейного клуба Саров. В рамках чемпионата Нижегородской области высшей лиги среди мужских команд наши спортсмены примут на своем льду действующего чемпиона области «Старт» из Таншаева. Подробности далее. Первая домашняя игра команды Саров в рамках первенства Нижегородской области по хоккею состоится 30 ноября. Хоккеисты примут на своем льду действующего чемпиона области «Таншаевский старт». К ледовым баталиям наши игроки готовятся основательно и настраиваются на тяжелую борьбу. Подготовка одна и та же на все команды, то есть независимо там слабые, сильные. Самое главное – своя психология, то есть не надо бояться, не надо ничего дрожать, не надо мандражировать, надо выходить и делать то, что вам говорят. Все вы можете, все вы знаете, все вы умеете. Этот сезон для спортсменов Нижегородской области, особенно и первую, и высшую хоккейные лиги, соединили в одно. В этом сезоне в турнире примут участие 8 команд. Каждой предстоит сыграть 7 игр на выезде и 7 дома. Затем команды, которые заняли первые 4 строчки турнирной таблицы, проходят в плей-офф. Задача самая максимальная – быть в тройке, бороться с чемпионством. То есть команды сильные, здесь нет сейчас слабых команд. Каждый любого может обыграть, каждый любому может проиграть. Здесь подобралось, сейчас такой приличный сезончик получился. Я думаю, что и может быть федерация как-то предпринять меры сохранить это все и добавить сюда еще больше команд. Поддержка для нашей команды, по словам Сергея, это важная составляющая хоккея. В нужный момент зрители могут придать сил спортсменам. Приходите и поддержите нашу команду. Начало игры в 13.00. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Зима уже совсем близко. Самое время подумать о новой шубе. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала Кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у Вас есть возможность приобрести шубку из качественного меха с ощутимыми скидками. Подобрать верхнюю одежду перед наступающими холодами гораздо проще, чем кажется. Купить уютную теплую шубку или дубленку по привлекательной цене можно на выставке Кировской фабрики «Зимняя сказка». Саровчане могут приобрести изделия из мутона, норки премиум класса, каракуля, нутрии, а также дубленки и куртки из эко-кожи и меха. На нашей выставке норковую шубу можно приобрести от 39 тысяч рублей. Мутоновую шубку от 5 тысяч рублей. А также можно приобрести зимнюю курочку из эко-кожи от 2,5 тысяч рублей. Такую норковую шубу можно у нас на выставке приобрести всего лишь за 65 тысяч рублей. Длина 90. Цветную норковую шубку цвета инфиники, также длина 90, можно приобрести по цене за 75 тысяч рублей. Полноценную шубку из махагона с капюшоном, длина 100, можно приобрести по цене всего лишь за 75 тысяч рублей. Размерный ряд от 38 до 64. У каждого изделия есть сертификат качества и свой уникальный чип. Покупатель всегда может посмотреть, где и когда была изготовлена шуба. Если нет возможности оплатить покупку сразу, можно оформить кредит прямо на месте. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях для покупателя. Также действует наша внутренняя рассрочка фирмы. А наличный и безналичный расчет на нашей выставке действуют скидочки до 50%. Кроме верхней одежды, на выставке представлен большой выбор аксессуаров. Головных уборов, перчаток и варежек. Подобрать зимний наряд и определиться с выбором помогут профессиональные и вежливые консультанты. В выборе покупатели не ограничивают среди полутора тысяч моделей. Они найдутся как классического, так и современного кроя. Все шубы адаптированы под русскую зиму, поэтому мерзнуть в таких изделиях точно не придется. Купить меховую обновку по приятной цене можно на выставке продажи «Зимняя сказка» в Ледовом дворце. С 26 по 28 ноября с 10 до 19 часов. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин